Футбольный турнир Одинцовской детско-юношеской спортивной школы праздничный. На тренерском столике кубки и медали. На трибунах волнуются родители, а тренеры вместе со спортсменами на построении. Соревнование к 70-летию победы в Великой Отечественной войне объединило 6 команд. Возраст участников 7-8 лет. Среди почетных гостей ветеран ракетных войск Николай Донецкий. В былые времена Николай Сергеевич ставил рекорды на борцовском ковре. Теперь младший внук осваивает один из самых популярных в России видов спорта – футбол. Мероприятия такого рода, они просто воспитывают патриотизм в молодом поколении, который не знал ни тягот, ни решений войны. Дай Бог, чтобы не знал. О футбольном будущем Одинцовской молодежи заботятся тренеры детско-юношеской спортивной школы. В отделении футбола трудятся 10 специалистов. Команды играют на первенстве Московской области по 8 возрастам. Это серьезная спортивная заявка при условии, что материально-техническая база для футболистов несколько отстает от спроса на этот вид спорта. С наступлением весенне-летнего сезона у спортсменов начинается горячая пора. Нынешнее состязание – раскачка перед стартом. Мы пытаемся в Одинцово развить футбол в масштабах больших, чтобы все желающие заниматься, занимались футболом, и уже из них отбирать команды, которые у нас участвуют на первенстве области. В том году мы на первенстве области участвовали 8 годами. И в клубном зачете в высшей группе Московского областного футбола заняли третье место. На фоне юных команд заметно выделяется женская сборная. Девочки чуть постарше ребят и не менее успешны. С футболистками работают несколько тренеров в Одинцово, Жаворонках и Лесном городке. Среди подопечных есть настоящие самородки, которые при хорошей подготовке смогут пополнить ряды российской сборной. Мы двукратные чемпионы Московской области. Два раза выиграли турнир «Кожаный мяч». Два раза представляли Московскую область в финале в городе Туапсе на 50-м юбилейном турнире. И вот сейчас потихонечку, потихонечку, значит, вот и младшие девчонки у нас появляются. Шесть команд играют по кругу два тайма по 10 минут. Небольшая передышка и на поле очередные соперники. Заговорочным фаворитом состязания стала команда девочек 2005 года рождения. Однако на первое место вышли юные игроки спортивного комплекса «Агу». Бронза досталась футболистам 2007 года рождения. Мария Павлипольская, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».